Здравствуйте, меня зовут Елена Сергеевна Сонина, я доцент факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. С проектом лектория меня связывает уже, не помню точно сколько лет, но мне кажется уже лет 5-6. Ребята из лектории мы пришли, стали записывать мои лекции, я читала курс по истории русской журналистики второй половины 19 века, и сейчас просто меня попросили сказать плюсы и минусы от того, что меня записали, что мои лекции выложены в открытом доступе. Минус я могу вспомнить только один, я честно старалась, пыталась вспомнить, и минус во время лекции, вот эта петличка микрофон со шнуром мне мешала немножко размахивать руками. Больше минусов я вспомнить не могу, потому что все остальное, когда лекции выложены в открытом доступе, это на самом деле очень здорово, мне об этом говорили очень многие студенты, лекции помогают, я читаю на вечернем отделении, моим вечерникам готовятся к сессии, помогали заочникам, у которых я даже не читала, я точно знаю, что мне рассказывали, что и коты, и бабушки, и мамы были в курсе истории русской журналистики, потому что ребята крутили эти лекции перед сессией, вот, и, а еще для меня лично очень полезно было то, что, ну, студентам понятно, это помощь, это хорошо, это замечательно, но для меня лично больше важно, что меня стали находить коллеги из других регионов по соцсетям, они писали, что вот мы посмотрели ваши лекции, о чем-то со мной начали спорить, что-то меня начали спрашивать, то есть завязался такой профессиональный обмен мнениями среди историков журналистики, это очень здорово, потому что мы на самом деле сейчас утрачены, вот эта корпоративная культура общения, она истончается, и вот эти лекции, они помогают продолжать общаться. Кроме того, ребята из лекториума, пользуясь вот этим медиагрантом, они снимали некоторые конференции, например, я помню, что была отснята конференция, международная конференция 300 лет печати Санкт-Петербурга, была отснята часть конференции иллюстрация в печати, это доклады научного сообщества, приезжих из разных городов, это тоже выложено в интернете, и это безусловно здорово, и по-прежнему, кроме минуса от петлички, то есть технической какой-то сложности, просто связанной с моим не самым большим хорошим навыком работы с техникой, я больше не вижу, поэтому большое спасибо ребятам, большое спасибо этому проекту, и вам удачи, спасибо.